На востоке Украины. Такого мнения придерживается Стивен Бланк, научный сотрудник Американского совета по международной политике. В своей статье «Путин не может позволить себе замороженный конфликт в Украине». Этот материал опубликован в американском журнале Newsweek 29 января. По мнению эксперта, президент России сейчас пытается извлечь из украинского конфликта максимум выгоды, пока у него есть такая возможность. Для этого он прибегает к различным маневрам. Например, направление Бориса Грызлова в Киев для встречи с украинским президентом Петром Порошенко. Напомним, что Грызлов является новоназначенным представителем России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Эти маневры говорят о многом. Похоже, Путин уже давно достиг той кульминационной точки для России, когда продвижение российских войск больше невозможно. Они зашли слишком далеко за рамки своих возможностей. Учитывая углубление экономического кризиса, Россия не в силах вести затяжную войну против Украины, но вполне может сохранять текущий замороженный конфликт. Стивен Бланк подчеркивает, что замораживание конфликта в Украине может обойтись России очень дорого. Страна уже отказалась от ряда важных для себя проектов, в частности в сфере обороны и энергетики. Тем временем бедность, инфляция, безработица в России продолжают расти. Путин стремится освободить страну от санкций, возобновить отношения с Европейским Союзом и Соединенными Штатами, но при этом оставить Крым российским и расшатать государственный строй Украины. С западным странам не стоит соглашаться на такие условия, говорит об этом в своем материале Стивен Бланк. Запад должен настаивать на том, чтобы Россия покинула Крым. Референдум в Крыму, состоявшийся под дулами российских автоматов, был обманом. Крым – часть России, не более чем район Нью-Йорка, Брайтон-Бич, где проживает много российских и советских иммигрантов. Далее эксперт указывает на то, что если украинский конфликт будет разрешен ценой территориальной целостности и независимости Украины, вот это как раз будет иметь негативные последствия для безопасности Европы в целом. Нужно отметить, что Стивен Бланк обращает внимание на то, что ни одна из стран-соседок России не может чувствовать себя в безопасности, если она не является членом НАТО или Европейского Союза. Поэтому, по его мнению, Брюсселе стоит открыть путь Украине к членству в Европейском Союзе. Но перед этим, конечно же, вернуть Крым. Вот цитата. Вот еще одна цитата, в частности, показавшаяся нам интересной в этом материале Ньюсвик. «Любое решение, не способствующее возвращению Крыма в состав Украины, только откладывает день расплаты, открывает ящик Пандоры с требованиями пересмотра этнических границ во всей Восточной Европе. Это позволит России сохранить преимущество агрессии и потенциально угрожать Балканам и Турции». Еще хочу момент сказать, что Стивен Бланк обращает внимание на членство в НАТО, на членство в ЕС. Он еще говорит еще один момент. Только членство в НАТО и членство в Европейском Союзе откроют для Украины дверь для, конечно же, реализации всех необходимых реформ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова